Вашингтон Проблема в том, что Москва столь явно свою позицию до сих пор, насколько я знаю, не артикулировала. Таких заявлений от представителей Москвы не слышал. Возможно, потому что в Баку их восприняли бы слишком резко, обиделись бы. Азербайджан важен для России, в том числе в плане так называемого параллельного импорта и взаимодействия в условиях санкций западных. Поэтому сильно раздражать Баку Москва, конечно, не хочет такими заявлениями. Но может, но не хочет. Потому что не хочет портить отношения с Азербайджаном. Но кулуарно, тем не менее, такой вопрос Москва, я думаю, ставит. В том числе перед Баку. В какой-то мягкой форме обсуждая его, осознавая, что это является действительно препятствием к мирному договору. Хотя, на мой взгляд, идеальным вариантом для Москвы, так как это видит российское руководство, было бы отложить вопрос окончательного обустройства Арцаха-Карабаха на неопределенный срок. — Кстати, по этому поводу российские эксперты очень часто формируют проблему таким образом, что Баку сейчас больше нужен Москве, чем Ереван. — Цинично рассуждая, да. — Да, да, да. — Цинично рассуждая, да. Потому что это транспортный коридор, потому что это параллельный импорт. Хотя и Армения по итогам прошлого года сыграла в этом самом параллельном импорте немаловажную роль. А если говорить о числе, так сказать, российских граждан, которые релацировались в Армению, то их туда переехало больше, чем в Азербайджан. Поэтому, смотря по каким критериям оценивать. — Да. — Азербайджан в данном случае выступает в связке с Турцией. Это одна и та же логистическая цепочка в плане импорта в Россию тех товаров, которые ей отказываются поставлять в другие страны, западные страны. Или же это импорт из западных стран, так сказать, немножко в обход их мнению. В данном случае и Азербайджан, и Турция, они выступают в одной цепочке, в которой, логистической прежде всего, в которой Армении отсутствует. — Вот почему им нужен Зангизурский коридор? — Как вариант, но это такой не очень практичный вариант. — Да. — Нынешние пути, которые работают, они более практичные. Зангизурский коридор — это сложный путь. И не беспроблемный. — Да. Вы думаете, под этой темой, Зангизурской, я имею в виду, таятся еще интересы России? — Еще раз. — Россия тоже заинтересована Зангизурским коридором? — Россия заинтересована была бы в том, чтобы как можно меньше драматических изменений происходило. Поскольку она... — Вот позиции Ирана нам очень четко и ясно, да? — Не успевает на них реагировать просто. — Позиция Ирана очень четко тут определяется. — Да, но с Ираном Россию связывают не дружбу. Россию с Ираном связывают чисто практические соображения. Это очень две разные страны, которым довольно непросто взаимодействовать. Они оказались объединены одной бедой с санкциями и, так сказать, экономической войной с Западом. Но дальше их общие интересы расходятся. — Факт тот, что Латинский коридор продолжает оставаться закрытым. — Да, и ничего сделать тут не удается. — Да. Есть даже сведения, что российские миротворцы... Или Баку предлагает российским миротворцам пользоваться другой дорогой. — Ну, я не могу подтвердить или опровергнуть эти сведения. В данном случае, как ни прискорбно, это имеет второстепенное значение, поскольку российские миротворцы в силу разных причин не могут в полной мере выполнить или навязать Баку выполнение тех параметров, которые были оговорены трехсторонним соглашением 2020 года. — А международный механизм в Латинском коридоре вы представляете как-нибудь? — Россия будет препятствовать появлению международного механизма, поскольку... — Допустим, по мандату ООН. — Поскольку Россия усмотрит в этом ущемление своих собственных стратегических интересов, она рассматривает пространство бывшего Советского Союза как зону своих специальных интересов. И не очень приветствует, когда там появляются разного рода миротворцы. Потому что в Москве, я думаю, думают упрощенно так. Сначала ООН появится, а потом турки придут. — Да. Ну, как-то надо разрешить этот вопрос. Уже восьмой месяц идет блокадой. — Но, кстати говоря, один из вариантов разрешения — это все-таки появление там именно международных каких-то миротворцев уже. Но вопрос отношений Москвы, он остается открытым.